Ну что, ребят, вчера компания OpenAI официально презентовала новую версию ChatGPT. Нет, это не пятерка, это ChatGPT 4O, но при этом у нее есть огромное количество преимуществ по сравнению с ChatGPT. А самое главное, теперь те, кто раньше не покупал подписку, либо не использовал ChatGPT 3.5 версии, потому что считал, что она где-то там уступает, теперь все бесплатно могут использовать ChatGPT 4O. Это огромный, мне кажется, прорыв и огромная возможность для тех людей, кто не мог по каким-либо причинам купить подписку на ChatGPT 4. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, моя основная задача это помогать предпринимателям, блогерам, фрилансерам, но и обычным людям научиться использовать искусственный интеллект в качестве личных помощников, делегировать им какие-то рутинные задачи, экономить на этом огромное количество времени и денег. Значит, вчера, как я и говорил, ChatGPT представил новую версию 4O. Представил ее, не просто представил, а она сделала такую революцию, можно сказать, в мире искусственного интеллекта, показала огромное количество свежих возможностей, которые появились в этом ролике. А самое главное, они сказали, что теперь ChatGPT 4O, то есть более усовершенствованную, более быструю, более умную модель, могут использовать все абсолютно бесплатно. Кроме того, теперь можно не платить за подписку Plus ChatGPT Plus, и вам в любом случае все равно будут доступны, во-первых, все GPT-агенты, это возможность использовать ChatGPT, более расширенную версию ChatGPT, созданных специальных GPT-агентов. Такая возможность была раньше только у владельцев Plus подписки. И также возможность настроить пользовательские инструкции, о которых я говорю, по-моему, в каждом своем видео, что, ребят, пользуйте пользовательские настройки от ChatGPT, введите сюда специальные промпты, специальные запросы, которые усилят ваш ChatGPT. И теперь такая возможность, то есть раньше такая возможность была только с подпиской Plus, теперь такая возможность есть у всех. У нас есть в моем Телеграм-канале больше 250 различных пользовательских инструкций, различных образов, которые может принимать ChatGPT. Поэтому, если вы все еще не в моем Телеграм-канале, ссылка находится в закрепленном сообщении под этим видео. Сначала просмотрите видео, потом переходите в Телеграм-канал и получайте доступ, соответственно, ко всем 250 образам для ChatGPT, плюс огромной базе промптов, там больше, наверное, 10 тысяч различных промптов, вот только 5 тысяч промптов на русском языке, несколько тысяч промптов на английском языке. Есть даже огромная база промптов для генерации изображений, которые также сейчас доступны у огромного количества людей. Поэтому ссылка находится под этим видео, переходите и переходите в Телеграм-канал и получайте доступ к такой огромной базе знаний. Значит, смотрите, что нового появилось в ChatGPT4. Конечно, я вам все, наверное, здесь не расскажу, просто переходите вот на эту главную страницу ChatGPT4 О, и посмотрите вот эти вот все видео для того, чтобы просто офигеть. Я вот реально сейчас сидел, смотрел эти видео, я был немножко в шоке, да, от того, как с ChatGPT общаются, вот, например, вот эти вот ребята по видеосвязи, по аудиоголосовые, используя аудиоголосовые помощники, какие они задают запросы, какая интонация в этих запросах появилась у ChatGPT. То есть, это реально круто, крутая возможность именно использовать ChatGPT с телефона. То есть, если я раньше с его помощью изучал английский язык, то есть, мы с ним беседовали на английском языке, он был моим репетитором, был вставлен в него промпут репетитора, то теперь эта возможность стала не просто там с роботом, с каким-то разговаривать, а именно с эмоциональным, грубо говоря, человеком. Плюсы возможности появились именно вот в генерации там изображений, в анализе изображений. То есть, теперь ChatGPT лучше распознает, например, тот же текст на изображении, он лучше распознает картинку, он лучше генерирует те самые картинки. Вот, например, какой-то непонятный текст, и он просто берет его и, ну, то есть, текст с какими-то грамматическими ошибками, с небрежным почерком, и он просто взял и все это красиво расписал, подсказал, что здесь есть. Также у ChatGPT было проведено большое количество тестирований. Я вот в эту таблицу не разбирался, я ему просто скинул эту таблицу и сказал, слушай, да, расскажи-ка мне, что здесь, соответственно, в этой диаграмме, что в этой диаграмме произошло. И он мне рассказал, что здесь были, это диаграмма, в которой были проведены тесты некоторых нейросетей, некоторых искусственных интеллектов, и по параметрам, соответственно, ChatGPT 4O выиграл все эти параметры. Также я ему просто попросил, хорошо, сделай мне, пожалуйста, эту диаграмму переведи в текстовый формат, и он мне, соответственно, перевел эту диаграмму в текстовый формат. Я ему также кидал несколько изображений, попросил описать, что происходит на этом изображении, попросил сгенерировать мне изображение на основе промта, который вот я брал со своего телеграм-канала. Также брал какой-то первый попавшийся промт и попросил его сгенерировать это изображение и сравнить, соответственно, с тем промтом, который есть, вот, например, у меня. Вот, например, мы можем взять такой промт, посмотреть, как его сгенерировал Миджорни, и давайте его попросим сейчас в ChatGPT сгенерировать такой же промт. И он нам сгенерировал, соответственно, такое изображение. Ну, конечно, Миджорни с этой сдачей справился получше. Значит, смотрите, теперь также у нас есть возможность изменить тот ChatGPT, который будет отвечать. То есть мы можем в одно касание выбрать ChatGPT 4 и при этом сравнить ответы от различных моделей. Например, мы постоянно работаем с четвертой версией, нам что-то не хватает, мы можем попросить у 4О версии подкорректировать и посмотреть, как ответит он. Вот это вот сгенерировало изображение четвертая версия, а вот это вот изображение сгенерировало 4О версия. Я скажу честно, я практически не пользуюсь генерацией изображений именно от ChatGPT, мне пока ближе Миджорни. Но ChatGPT идет как бы огромными шагами за Миджорни в этом плане. Также новая версия ChatGPT стала не только быстрее, она стала еще намного дешевле. То есть в два раза снизилась цена за аппи подключения ChatGPT, например, к телеграм-каналу. В моем телеграм-канале, например, есть тоже полноценный AI-бот, который помогает внедрить AI-помощников. Он заточен именно под эту задачу. Если мы раньше использовали ChatGPT 4 Turbo, то совсем скоро, я думаю, мы перейдем на новую версию ChatGPT. И этот бот станет для нас, как для владельцев этого бота, в два раза дешевле. То есть если раньше мы платили за ChatGPT 4 Turbo порядка 10 долларов, то теперь ChatGPT 4О, который быстрее и умнее, он стоит в два раза дольше около 5 долларов за 1 миллион токенов. А 1 миллиона токенов для, например, личной работы, либо для работы команды вам вполне хватает. То есть ценник за создание AI-помощников, ценник за создание AI-ботов, он очень сильно снизился и просел. То есть это не может просто не радовать. Плюс также ChatGPT сказал, что они сделали оптимизацию тех самых токенов. То есть мало того, что мы станем платить в два раза меньше за использование ChatGPT, но также мы получаем оптимизацию почти в 1,7 раз. То есть мы еще меньше будем платить за использование AI-помощников в ChatGPT сторонних AI-помощников, например, в нашем телеграм-канале в ChatGPT. То есть смотрите, в 1,7 раз произошла оптимизация токенов. То есть если четвертая версия для такого текста использовала 39 токенов, то 4О версия будет использовать 23 токена. Это огромное преимущество. То есть мы будем здесь практически в 1,7 раз меньше платить. Плюс еще платить за 4О версию также в 1,7 раз. Вообще произошло большое количество изменений. Я, наверное, всех сейчас в рамках одного видео не вижу смысла смотреть. Просто перейдите сейчас на официальную страницу ChatGPT и посмотрите вот эти ролики. И вы просто обалдеете от тех возможностей, которые сегодня появились в ChatGPT. Поэтому, ребят, изучайте искусственный интеллект. Внедряйте его в свою повседневную жизнь. Это уже не какое-то нововведение. Это реально уже не какое-то преимущество. Это уже реально наша жизнь, когда мы можем с помощью искусственного интеллекта становиться быстрее, выполнять какие-то задачи намного быстрее, но экономить огромное количество времени и денег. Я надеюсь, что этот обзор был вам полезен. Обязательно посмотрите другие мои видео, которые есть на канале, на ChatGPT про искусственный интеллект. С вами был Игорь Зуевич. Пока.